Благотворительная ямка и травка и травка. Там 9 до 16 для вас будут выставлены рождественские сувениры, подарки, поделки, украшения, ручной работы. А все выручные средства мы направим в помощь детского приюта в Покрово, в село Яковлево, на березу Дедушки. Приют Рождественский, приют Покрово, в село Яковлево, и приют Рождественский, в село Нижний Крымский. На ярмарке будет 27 сентября пункт сбора рождественских подарков для детей в Новосибирске, Донбассе. Ждем вас в 9 до 16, все, что можно и нельзя, приносите. Братскую, брат, и я и в Кристос Раврис. Но спаси на нас. Это будет просто прекрасно. А 28, но не декабря, а января, срок через месяц, в четверг, кто желает возобновить и воскресить в своей памяти пророчества, они имеют всегда не абсолютную, а относительную силу. Потому что Йорку понятно, что пророчества извлекаются, но их исполнение зависит от человеческого произволения. Тем не менее, зря божьи люди не говорят. Итак, прозрения, которые произнесены на срезе 19-20 столетия, о грядущих службах России, касающиеся Раскова. Ну а кто пророчествовал Раскова? Мне вспоминается преподобный Лаврейти Черниговский, замечательный и удивительный для нашего времени святой, который в послевоенные годы, следяя в женские обители, в Малороссии, говорил сёстрам, особенно не старайтесь, не выкладывайтесь полностью, потому что придет время, и постигнут засечь свою черту, муты и разделения. однако, говорил преподобный Лаврейти Черниговский, в Великой России, белой России и малой России надлежит в их месте, несмотря на хищных волков, волков, которые будут рыскать по этой земле и угрызать словесно-провес, в воле Божья, в том, чтобы православие сохранено было в целостности в этих землях, пророчествовала еще о расколах и преподобная Алипия, местопрославная святая, под Киево-Печерской Лаврой, Лаврой-Вюши, она брала в руки еще в советское время календарь, подпомнил, пикала пальцем в лицо Филарету, который был постоянным членом Синода Московской Стреакии и говорила «Волк по вечной шкуре!» А нынче он бит самозваный патриарх, благодатного конструкта украинского патриархата, который сомендаризируется Бандеровской Клипой, Патриархи, так вот эти и многие другие пророчества революции по судьбам русского мира будут представлены внимательные сущности 18-30-27-28 января четверта. Ведущий этих вечеров куда-то присутствующий здесь Лина Мукашан, а вы встретитесь с замечательным на мой взгляд деятелем культуры и режиссером и советом поэтом Борисом Конуховым, доктором и 5-6 наук. Человек такой детской души с удивительным даром слова читатель преподобного Терафима. Он работая в архивах как режиссер, докапывается до самой досуги, его выступления всегда интригует, потому что он не скользит усталым взором по поверхности уже блокированных событий, но вскрывает коллизии земного бытия и всегда его слушать интересно. У него нет звуковых пауз, которые характерны для современных фараторов. Э, Б, 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 но есть задор, есть мысль, есть чувство всегда награждают аплодисментами его слова. Будет и доктор исторических наук господин Смолин, будет кандидат тем же наук господин Емельянов Мукьянчиков. Замечательный историк, молодой, красивый, к сожалению, женатый. Вы знаете, он издает книги, прошу обратить внимание на эту фамилию, Емельянов Лукьянчиков, ласковая такая фамилия. Это молодой православный историк с целостным православным миросозерцанием. Человек, имеющий видение, поэтому у нас есть полная уверенность, что эта тема будет освещаться не по-женски, а знаете, что у женщин эмоции идут впереди смысла, и им свойственно не всем, но некоторым абсолютизировать тему. А мужчина размышляет, рассуждает, раскладывает все по полочкам, понимает, что пророчества носят не абсолютный, но относительный смысл, ибо они увязаны в тайме человеческого сердца с нашим произволением. Поэтому ждем вас, дорогая наша молодежь. А кто эта молодежь? Кому до 80-ти стальма молодежь? Вас ждет еще и фильм, среди присутствующих участников встречи будет прото-иерей не просто, а прото-иерей состоятель богиневренского собора Александр Айгейкин. Замечательный наш собрат и юноши, если познакомиться с ним, то в этом есть твой профит, потому что любому настоятия есть банк данных невесты. Равно как и женихи. священники это свадьи бабок говорите наше время. Если вы не покоитесь, говорите, подберите волоокую, чистосердечную, пропорционально сложную, не дуру, а главное мягкую и милую, которая составила мое и мое счастье. Он вам скажет, а ты кто такой, поскольку высокий крепенький. Вот обратите внимание, отец Александр Атекин. Начало третий дом, белый зал, а билеты еще пока есть. Десятый трубой еще сохраняется. Третинский монастырь, Богоявленский, Черниловский переулок, Лавка Кирилевка, часовня преподобного Сергия, Лавка Алексеевская, Монтериация в Красном Селе. И я там был виноват. Ждем вас, дорогие друзья, кто неравнодушен к предыдущим судьбам России. Как вам это, рекламная акция? Вы туда пишите? Ну, сразу. Дорогие друзья, ну, а теперь мне хочется объясниться, почему я опоздал на 3-3 минуты. Хочешь пустились? Потому ли, что равнодушен к этой аудитории нет. Может быть, вы не догадываетесь, но батюшки в присутствии молодежи, которые до 80 лет, всегда сами оживают душу, всегда поднимают крылья. И для нас общение с молодежью тоже, что для рыбы вода, для цветка солнце, для птицы крылья, а для мяса соль. Но я все-таки считаю, нужно объяснить вам причины своего опоздания. Четыре дня тому назад цитейший патриарх Кирилл объяснил свое опоздание на ежегодном епархиальном собрании две тысячи священников и чуть еще, может быть, пятьсот дьяконов дали патриархам именно столько же времени, сколько сегодня я вас заставил в церковном соборе. Не скроем, что большинство из нас погрузились в древом, в том числе и ваш походный слуган. Наконец вдруг раздался такой аккорд и голос объявил Святейший грядет. Мы все встали, патриарх благословил нас и сказал такие слова Дорогие отцы и братья, я не имею обыкновения опаздывать на встречу, потому что с моей точки зрения пунктуальность есть проявление уважения и любви к аудитории. Я опоздал сегодня вот по какой причине. Назарбаев, президент Казахстана, господин Назарбаев, в соседней малой зале, получив орден преподобного Сергия Размирского первой степени, видимо это предвестие крещения господина Назарбаев, был настолько умилен душой, что вопреки протоколу, процедуре протокола распространил твою речь, я как интеллигентный человек должен был слушать и поддерживать эту беседу, на что ушло 44 минуты. Я надеюсь, заключился тихий патриарш в шоке. Эта встреча, настившая геополитическое значение, будет иметь свои благодетственные последствия для православия в Казахстане, а вы не отрабатываете. Вы можете сейчас спросить, а что, какой орден вы вручили, господин на ручку, я не встречался с Арбатом, но приехав на Новый Арбат, заметьте, настолько точно все рассказываю, что не остается никакого сомнения в подлинности в пересказанном событии. Я приехал на Арбат вовремя в 6 часов 30 минут приобщить милейшую даму 92-х летнего возраста. В преддверии ее дня рождения она вдовица известного художника, сама она очень тесно связана с театром, и вся театральная элита приезжает к ней на день рождения 1 января. Олег Табакова с его Табакерской, какие-то руководители каналов первого, второго, незапломбированные каналы на арбат. я причастил ее с этих тайн вовремя и собрался уже было ехать опять-таки вовремя туда, к вам. Но она сказала, батюшка запаздывает один мой друг Паш Кресник, тоже художник, как ее муж, которому уже исполнилось 96 лет. Он спешит как может. Витка сползла по стволу. И я прошу вас задержитесь, потому что сами понимаете, Вита Брэвис жизнь коротка. Что день грядущий нам готовит? Я говорю, меня ждет молодежь, жизнь коротка искусства вечная. Который говорит, 70 лет. Она говорит, молодые подожжут, ему 96 лет. И я не нашелся, не нашелся, что ему ответить, что ей ответить, что возродить. И он милый действительно пришел с двумя палочками, с двумками, удивительно энергический человек. До сих пор он выезжает на пленэр. Это довоенное поколение. Это художники студии Грекова. Есть такое у нас студия военных художников. День войны. Присоев его срегистан. Я не поднимался на секунду. И хочу вас помолиться об этом в моем крестнике. Он крестнил 90 лет рабе Божьем Владимире, а светская дама, которая заставила меня его дождаться, раба Божия в кабинет. Я чувствую, что вы меня обращали. А у нас сегодня тема чудеса в нашей жизни, тема связанная с личностью святого Сберидона. Учитывая, что время берет как оперенная стрела и Владыка Новоспад и Сава пребывает к вечеру сюда в монастырь. И нам нужно морда в кровь, но нам нужно без 15 9 очистить территорию. И там на свежем воздухе мы можем без одной минуты 9 еще прощаться, когда готов получать ваши подарки. А в 9 мы должны как старь бедон из бочки вон покинуть в монастыря. Я думаю, что сегодня я только начну эту тему чудес нашей жизни с тем, отвечать на ваши вопросы, которые всегда углубляют и исполняют тему. И мы связываем эту тему сегодня с памятью святителя Спиридона. Замечательный друг святителя Николая Шадотворца. Святитель Спиридон, под руками царя Медаса легендарного героя античной мифологии прах превращен в золото. Наш народ почитает святителя Спиридона как ответственного маклера, реллера, потому что если вы хотите кушку, сделать грешку. Если вы хотите разменять хрущевку на Сталинку, если вы хотите откуда-то из Будова Разутова переехать на Волконку, вам поможет только святитель. И помогает, потому что вчера ночью я посмотрел на портале православия Румля, православия Румля, посмотрел новые чудеса святителя Спиридона, они все вращаются вокруг недвижимости, без иронии и, конечно, чудесном вспоможении людям, которые оказались критически в целях отчаянии в ситуации. И вы знаете, мне сегодня особенно радостно сообщить вам, что я стал причастником чуда святителя Спиридона рано утром. Некоторые думают, что чудеса это что-то наподобие новогодней игрушки или какого-то заказа. Знаете, в советское время получали заказы погущенка, халва, коньячок, если кремлевский заказ. Что-то приятное. Чудеса бывают разные. Мне сегодня послужить в храме на улице Неждановой или Прюсовом переулке или Успенском в Рашке в воскресении Славущее где находится сама подотворная икона святителя Спиридона. Единственное, что осталось в Спиридоневской церкви, в Спиридоневском переулке. И потрясающе, что в этом районе близ Сверской улицы, где жилых домов-то не осталось, все посольство, один дом композиторов, где живут племянники композиторов, все ночные, как мне рассказали, просто нельзя было войти в этот трехпредельный храм. Ранее литургия, народ Спиридоневский влечет ненасильство на себе человеческие сердца. Ну а какое чудо было со мной? Я, получив приглашение известного в церковном мире настоятеля этого храма, где все больше молится творческая интеллигенция, ехал поэтом Йошка Ола Москва. Прибыл в 9 часов без опоздания. Вот наша жизнь из 96-летнего старта, я думаю, был без опоздания причстить. И на службу утром без опоздания попасть, выйдя из вагона, я увидел несколько своих прихожан, которые бросали жребий. Кому везти отца Артемия на улицу Мирдана? Выйдил молодой пронизированный замечательный прихожан, который подвез целый фургончик. с водителем сказал батюшку, здесь вам будет просторно. Действительно, я залез в этот фургончик, там мягкие кресла, столик. Он предложил коньяк, виски. Я говорю, родители, у меня обожаетесь, у меня и другие, я не могу воспользоваться вашими секретами, но расслабьтесь и так будет. А водитель бил маршрут, я ему сказал, как к человеку храм воскресения слабощая. Брюсов перевод. Дело в том, что в Москве есть три храма воскресения слабощая, и один из них, не ближний конец, Данилов монастырь. Молодой водитель, светский мальчик, получив выбор в этих храм, ну, который ему понравился. Мы едем, 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 полчаса, сорок минут, мы подсчетим в алтаре, в облачении, в садянке, а все, конец, не близок. Попросим хозяина, который рад был с Верославовцем, скажите, пожалуйста, где вы сейчас, сейчас я осведомлюсь по GPS, современному Даниловский вал. Можно посмотреть? Я понял, что меня привезли куда-то к Ангелу падшему на куличку, на куличку. Я должен был бы выйти из тебя, как планировал наверно, мукавый дух, но знаю, что человек предполагает, а Бог располагает, старался остаться совершенно спокойным. Это совершенно форс-маршрут обстоятельства, но кто мог подумать, что маршрут будет выбран неправильно, несмотря на то, что все данные сообщены родителям. в таких случаях, когда от вас не зависит ничего, но действительность опровергает ваше лучшее о ней обсуждение, совершенно становится очевидным, это воля спорта, непостижимая, непонятная нашими рациональными ментальными способностями не обымаемая. Остается только мириться и вериться непостижимому промыслу Господню. И сколько таких случаев найдем, когда жизнь гладит на строк в шерсти, но я не посомнился в том, что святитель передом все это видит, знает, покрывает, постарался остаться спокойным, прибыл, настоять его необыкновенно милости, с опозданием, но я облачился, полное священническое облачение, уже существует после Евангелия, молился как в районах, в этом любимом мною праздник, начиналось мое служение когда-то и чувствовал, что Святой Сберидон, испытав худость мою, наградил меня, как и всех, таким светом и миром и любовью, что кажется счастье и близко и возможно. интересно, что мне пришлось участвовать в причащении святых Христовых тайн, а затем крест давать людям. Настоятель послал меня по самую середину храма, народу было как яблоко после мурей. Вы знаете, давая крест, священник всегда смотрит через глаза внутрь человеческой души. И какой же у нас прекрасный народ. Естественно, что здесь молятся не полхозники, но такой народ подобранный, женщины все ухоженные, без каких-то дутловатостей, под глазами, без шелушения кожи, мужчины тоже с бородками, с шахтиками, как у Никиты Михаил Кола на плечах, и интеллектуальный блеск в глазах, улыбки. Вы знаете, какое счастье, что мы живем с вами в России, трудимся в столичном городе, и, безусловно, русский человек даже нынче, в 21-м столетии, совершенно особенный, потому что нет в нас той непрошибаемой англо-саксон при гордыне, нет в нас турецких эмоций, мы, конечно, живые люди, ничто человеческое нам не чуждо, но вот эта вертикаль, раскрытость, ума и сердца навстречу Божьей благодати, смиренное приятие, откровение о Божье, о Нем, Создателе мира, о Человеке, созданном по образу и подобию Божьей. И желание всех любить, всех жалеть, все покрывать милостью, это такие свойства и качества, благодаря которым Божий Дух действительно носится над русской землей, неухоженный, безвгодный, пустою, и произвращает, производит из этой пустыни город-сад. Я верю, город будет, я верю, сад будет, верить, когда такие люди сидят и нет где сесть. А мы с вами продолжаем с вами, мы с вами продолжаем тему Святого Спиридона, и прежде чем я плавно выведу вас на вопрос, к которому вы можете не стесняться с вас в последнюю. Не обращайте внимания на то, что я учитель языка и литература, слежу все аптографические, синтаксические ошибки, пишите анонимку, это будет для вас как-то безобидно. Вспоминаю чудесную, невынушенную историю о чудесах Святого Спиридона, о своем чуде я рассказал. Расскажу и о том, что вычитал в различных воспоминаниях людей послевоенного поколения. Хочу сегодня рассказать о двух его чудесах, затем кратенько выведу речь на то, что составляют перманентные чудо нашей жизни, и мы перейдем к ответу вопросов. В 30-х годах, 20-го столетия, в Москве, возможно, в этом самом храме, видите, воскресенье славущее, что Успенску Брашки, или Брюссу, переулки, или улице Неждановой, входила молиться Богу от монарии. Она была из простого сословия, человек сердечной веры, монастыри уже тогда в большинстве своем подокрывались, жила она в какой-то коммуналочке, как это водилось, радовалась тому, что есть отдельная комната, и по увлечению сердца каждый Божий день она стремилась в храм, на литургию, в сердце ее была подходная церковь, так что и путем и вечером она напоминала господа своего, при том, что по улицам города ходила, наверное, темным, скромным, но не афишировала своего духовного призвания. Единственное, что несколько угнетало эту милую монархию средних его возраста, вычем подъем вот все. Вот так птица успоет иностранное что ее немного угнетала, она не доверяла священнику, потому что была точная информация, что Барюшка коллаборационист, его кто-то видел в тайном обществе, а и Б сидели на трубе, а упала, и была НКВД. Сейчас, на самом деле, времена изменились благодаря нашему президенту, и сегодня все структуры, отрешившись от безбожных установок, содействуют безопасности не только президента, но и обывателей. Наша российская разведка, по-моему, никому не уступает, даже израильской. Тогда репрессивный аппарат, как говорит Святый Шкатриарх, полученный в наследство от Ленина и Троцкого, действовал не в интерес народного наследия, и действительно были батюшки, волей и волей, но таганками, увязшие в этих структурах, по крайней мере, монахиня имела основание не доверять священнику. А что значит не доверять? Ведь нужно же исповедоваться, а исповедь – это обнажить исходнее, это нужно раскрыть сокровенное. Как это делать, если нет полноты единомыслия, единодушия? Ну, с другой стороны, какие монахиня грехи? Вовремя не встал, осудил. Тем не менее, какая-то психологическая преграда выросла. А между тем, наступал день ее рождения, совпадавший с праздником святителя Спиридона, то есть как раз 25 декабря по гражданскому календарю. И вернувшись после всеночной затеплившей лопатку, она, опустившись на колени, с близкой непосредственностью, просто дое, открытости сердца, плакала Господу, Богородице исповедовалась. Играя икона святителя Спиридона, к которому она прибегала, как своему покровицу, и вот так, к тиши своей коммуналочке, она слезную исповедь принесла Господу Богу, склонив взор пред благостным святителем Спиридону. Почувствовала какое-то успокоение и мир, легла на своем топчанчике, канапе, погрузилась в сон, завтра, погрузилась на раннюю. И во сне она, так, по крайней мере, я старый лоб своих записей, видит самого слитого Спиридона, который с доброй улыбкой подходит к ней и молча протягивает ей белую розу. Возникает вопрос. Монахиня-женщина или нет? Конечно, она уже новое творение у Христа Иисусе, но все-таки она женщина. В том смысле, что цветок, подаренный ей святим Спиридоном, произвел в ее душе детскую радость и успокоение, все это было во сне. Она проснула в совершенно воздушном, легком, младейческом состоянии Духа, потому что цветы ей никто не дарил после Великой Октябрьской Централистической революции. Да и зачем человеку нового типа в женском обличье цветы? Тогда жизнь была суровая, и никто особенно не спрадал таким романтизмом. Проснувшись, она пошла в брак. На исповеди на ранее как раз поведал вот этот самый батюшка настоятель. Нужно было подойти к нему, потому что ощущение спектакля у нас в России предполагает кратенькую исповедь. подойдя к настоятелю, она уже очищенная, умиренная, осветленная, принесла слова всем напомним и батюшка и словом, и делом, и помышлением волей и неволей, разуме и разуме, всеми своими чувствами, и ты прости меня и сми отчет. Народу было немало, настоятель без комментариев возложил и Петрофиль, прочитал полудную молитву, она сошла по ступенек у бокового пределя алтаря, и уже думала прийти в главный предел, чтобы участвовать в божественной литургии, и вдруг какая-то незнакомая ей женщина, что ее побудило неизвестно, подносит ей белую, уже настоящую розу и дарит ей с немой улыбкой. Примите эту розу. Для инокини это было сущее потрясение, потому что это была та самая роза, которую она видела во сне, а подойдет к фоне святителя Спиридона, она благодарила его, как будто бы он передал ей эту розу. Событие это вошло в ее память, она оставила свои написки, которые потом были кем-то переписаны. И это событие свидетельствует о том, что святитель спиридон действительно принимает участие в нашей жизни, особенно если мы с младейческой простотой, не злобием распрываем свою душу. А вот другое приспование в Сергиевом посаде в годы Великой Отечественной войны жил в полулегальном положении архимандрит Терапин Батюбов. Это был хрященник взрослых лучших традиций православной духовности в Дзянбов. Если не ошибаюсь, собственный пуст Между прочим, отец Александр Мей будто бы в юности пользовался населением этого отца Серафима, но, видимо, пользовался своеобразно, потому что его собственное миросоверстание представляет собой такую эклектику, такое смешение понятий, которые запечатаны в его книгах, и он стал предсечью так называемого куменического движения, завершал уже свой жизненный путь, несмотря на популярность, как достаточно талантливый проповедник, привлекавший внимание московской интеллигенции, завершал свой жизненный путь не на мажоре. Последняя его лекция перед трагедией оборвавшей жизнь известного пастора была пронесена в Доме культуры и техники на Волхонке, где расположен музей Ирии Глазунова, и в этой лекции опубликованы в газете, я подробней большим образом читал ее, высказываются такие мысли, что отец Серафим Батюгуф, если он действительно был полным отцом упомянутого нами проповедника, наверняка просто перевернулся в гробу. В этой последней своей лекции отец Александрос свойственной ему широтой в кавычку говорил о том, что духовная жизнь представляется в виде горы, уходящей куда-то под небеси. И каждый своей тропинкой поднимается на высоты. С одной стороны православные подвижники, которые очищают сердце от простей, в глубинах души призывают Христа Иисусе и Христе Божий наш, помилуй нас. А в другой стороны предложил проповедник индийский Махатму произносит свои мантры и тоже неведомым для нас своим путем поднимаются в той же высоте. Кто не верит, пусть проверит. Но отец Серафим, о котором я говорю, был совершенно традиционный православный христианик, а такой еще мог быть в те страшные годы. Уже немощный он жил в Загорске, переименованном Сергеев посадит и писал письма своим чадам. Мне приходилось с молодым человеком читать некоторые его письма, они поражают не просто высотой слуга, отчетливостью, ясностью духовных понятий. Одной девушке он пишет о том, что вверяясь всецело водительству промысла Божьего, ты, если будешь хранить тебя от смертных грехов, блюсти чистоту души и тела, смиренно принимая от Господа все попускаемые им скорби, ты обязательно вас чувствуешь, поймешь и разумеешь, как Дух Святой, осенив твою душу, облекая ее в светоносные, светлозрачные одежды благодати. и в твоем сердце добродетели, взявшись за руки, чистота, смирение, радость, рассуждение, любовь, будут свершать свой тихий хоровод, неизреченно уделяя твою душу. Высокие слова, которыми не может не впечатлиться искренний христианин, а батюшка был уже болен, батюшка уже плохо себя чувствовал, фактически едва-едва вставал, время было холодное, голодное, такого замедления в наступлении зимы, как сейчас, не было их помене, если Пушкин в Евгении Онегине говорил, что лишь в январе земля увидела снег, боюсь, что нам с вами придется увидеть его уже как раз на вечер, который приглашает вас в январе, в январе, в январе, в январе, русское пророчество о сполах революции культуры и снеги. И вот батюшка уже обеспеченный своей келейнице, духовной дочери, сказал, а ведь на святителя спиритона можно рыбку. Представьте себе, что сегодня на улице Неждановой даваем крест, я видел счастливые лица людей после произнесения мной проповеди, кто-то желал еще что-то спросить, интеллигентные дамы, совсем как вот это так смотри Серафим, быть спрашивали, батюшка, а можно ли сегодня рыбку? Ну и, конечно, сам я рыбья душа и рыбья просьба говорил ей, можно, только кушайте с вас. Потому что все, что не скажет батюшка, всегда приятно и как он за это восприятие. И духовная дочь отца Серафима сказала, отец мой, оксись, какая рыба, доме шаром покати, покати. Ну, ты на рынок все-таки сходи для очистки совести, батюшка уже не мог быть в храме. Она, закутавшись потеплее, вышла на рынок, совершенно пустые ряды, никого нет, красный террор, какая там торговля. и уже возвращаясь назад, только увидел старичка, вы догадываетесь, что это была мистическая встреча, в садке которого билась живая рыба. За какие-то копейки смешные он вступил ей эту рыбицу, она не чуя ног своих побежала чтобы с батюшкой поделиться радостью и новостью. Батюшка подробно рассказывал, как выглядел этот старичок. Ну и потом, как это часто бывает, она просит узор на икону, отождеств вилла вне старичка со святым Спиридоном. Вот он такой, является живым и в наше время а у нас с вами 5 минут 8 еще времени вагон и маленькая тележка. И я продолжаю свое воспитывание, прежде чем ответить на поступившие полтора вопроса, все-таки скажу еще кое-что о чудесах. Ведь одни эти чудеса видят, а другие нет. Кто-то восклицает бескучно и грустно и некому уроку дожатки. Для кого-то среда его обитания есть неуютная жидкая луна. А длины жизнь это поле чудес. Они каждый день встречаются просто перед глазами и слушая какую-то советскую песню пора пора порадоваться в своем духу понимают ее духовно высоко потому что действительно Господь Бог призревает свои щедроты и милости и в большом и малом являет нам свою отеческую благость по течению любовь все зависит от вашего тонуса вашей компетенции от устроения вашей души от призмы вмонтированной вами в глубинах вашего сердца как ты видишь так ты слышишь как ты слышишь так ты пишешь и действительно само восприятие Божьего мира находится в полной зависимости от строения души от тех сокровенных струн которые мы либо натягиваем так что они издают гармоничное излучание либо спускаем колки и человек волей-неволей признается что скрипка его души давно расстроена помните барда советской эпохи порвали парус каюсь каюсь я не люблю когда педаль перечисляю ножом режу стекло и соответственно умение созерцать эти чудеса и собирать по искоркам по крокам явление милости Божьей не есть удел каких-то уникальных личностей но есть плод ваших собственных внутренних трудов над самим собой и чуть только мы приближаемся к состоянию безгневных чудов тщеславия и обид младенцев чуть только одержим хотя бы малую победу над блудным душком идущим во след признака коммунизма и бродящих по Европе и Азии жизнь нам раскрывает свои тайны в этом смысле на мой взгляд чудо нашего времени это человек внутренне примиренный состоятельством своей жизни тот кто взращивает в себе усилия воли благодарность за все что было и не было с ним а человек который отходя ко сну не забывает уже смежу в свои надставленные ресницы поблагодарить создателя что они не потерялись при порыве веса но завтра нужно будет немножечко чернить батарином и слухой то есть умение славить господа певчий трош как паринов как пеночка весничка есть предпосылка есть условия соблюдя которые мы действительно кузырь в дверь и не случайно Иоанн Лартаус раскрывая Евангелие всякий раз молился нам оставил на свет эту молитву господи открой мне отверз не очи доразумею чудеса закона твоего вторая предпосылка к тому чтобы быть близкими к святым это конечно редчайшее по нашему времени качество и свойство доброта да ничего нового я сказать не могу но искренное сочувствие умение и мыслить и страдать сострадать со переживать какое-то внимание к собеседнику умение желания преклонить свое ухо к его жалкому лепету готовность выразить наше понимание м м м м Продолжение следует...